Слово По земле засиял небосвод голубой А потом Появились растения, звери и птицы И мы Значит люди Да, люди И я Да, и ты И твой ангел с тобой Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы откроем книгу Замечательного писателя Константина Георгиевича Пустовского Все его творчество Пронизано бесконечной любовью К родине, к русской природе И особенно к русской деревне Мы начнем знакомство С этим писателем С его рассказа «Заячьи лапы» Итак, слушайте К Вите Динару в наше село Пришел с Уржинского озера Ваня Малярин И принес завернутого В рваную ватную куртку Маленького теплого зайца Ты что, одурел? Крикнул ветеринар Скоро будешь ко мне мышей таскать Иголец А вы не лайтесь Это заяц особенный Хриплым шепотом сказал Ваня Его дед прислал Велел лечить Отчего лечить-то? Лапы у него пожженные Ветеринар повернул Ваню лицом к двери Толкнул спину и прикрикнул вслед Валяй, валяй! Не умею я их лечить Зажарь его с луком Деду будет закуска Ваня ничего не ответил Он вышел в сене Заморгал глазами Потянул носом Уткнулся в бревенчатую стену По стене потекли слезы Заяц тихо дрожал Под засаленной курткой Ты чего, малый? Спросила Ваню жалостливая бабка Анисия Она привела к ветеринару Свою единственную козу Чего вы сердечно И вдвоем слезы льете? А и случилось что? Пожженный он Дедушкин заяц Сказал тихо Ваня На лесном пожаре Лапы себе пожег Бегать не может Вот-вот умрет Не умрет, малый Прошамкал Анисия Скажи дедушке своему Ежели большая у него охота Зайца выходить Пущай несет его в город К Карлу Петровичу Ваня вытер слезы И пошел домой Он не шел А бежал босиком По горячей песчаной дороге Заяц стонал Ваня нашел по дороге пушистые Покрытые серебряными Мягкими волосами листья Вырвал их Положил под сосенку И развернул зайца Заяц посмотрел на листья Уткнулся в них головой И затих Ты чего, серый? Тихо спросил Ваня Ты бы поел Заяц повел рваным ухом И закрыл глаза Неслыханная жара Стояла в то лето Над лесами На утро дед надел Чистые анучи и новые лапти Взял посох и кусок хлеба И побрел в город Ваня нес зайца сзади Заяц совсем притих И только изредка Вздрагивал всем телом И судорожно вздыхал На базарной площади Было очень пусто Знойно Долго спрашивали прохожих Про Карла Петровича Но никто Толком ничего не ответил Зашли в аптеку Толстый старый человек В пенсне и в белом халате Сердито пожал плечами И сказал Карл Петрович Корж Специалист по детским болезням Уже три года Как перестал принимать пациентов Зачем он вам? Дед Заикаясь от уважения робости Рассказал про зайца Это мне нравится Сказал аптекарь Интересные пациенты Завелись в нашем городе Он нервно снял пенсне Протер, нацепил на нос И уставился на деда А дед молчал Топтался на месте Аптекарь тоже молчал Почтовая улица три Вдруг в сердцах крикнул аптекарь И захлопнул какую-то Растрепанную толстую книгу Дед с Ваней Добрели до почтовой улицы Как раз вовремя Из-за оки заходила Высокая гроза Карл Петрович играл на рояле Нечто печальное и мелодичное Когда в окне появилась Растрепанная борода деда Через минуту Карл Петрович уже сердился Я не ветеринар Сказал он И захлопнул крышку рояля Тотчас в лугах Проворчал гром Я всю жизнь лечил детей А не зайцев Что ребенок Что заяц Все одно Упрямо пробормотал дед Все одно Полечи Яви милость Ветеринару нашему Такие дела не подсудны Он у нас коновал Этот заяц Можно сказать Спаситель мой Я ему жизнью обязан А ты говоришь Бросить Еще через минуту Карл Петрович Слушал спотыкающийся Рассказ деда И в конце концов Он согласился Лечить зайца На следующее утро Дед ушел на озеро А Ваню оставил У Карла Петровича Ходить за зайцем Через день Вся почтовая улица Уже знала Что Карл Петрович Лечит зайца Обгоревшего на страшном Лесном пожаре И спасшего какого-то старика Через два дня Об этом уже знал Весь маленький город А на третий день К Карлу Петровичу Пришел юноша В фетровой шляпе Назвался сотрудником Московской газеты И попросил Дать беседу о зайце Но вскоре Историю о зайце забыли И только какой-то Московский профессор Долго добивался от деда Чтобы тот ему продал Зайца Но дед не сдавался Под его диктовку Ваня написал Профессору письмо Заяц Непродажный Живая душа Пусть живет на воле При всем остаюсь Ларион Малявин Этой осенью Я ночевал У деда Лариона На Уржинском озере Деду не спалось Он сидел у печки И чинил Рваную рыболовную сеть Во дворе Лаял Мурзик Он прыгал в темноту Лязгал зубами Отскакивал Воевал с непроглядной Октябрьской ночью Заяц спал в сенях И изредка во сне Громко стучал лапой По гнилой половице За чаем Дед рассказал мне Наконец Историю о зайце В августе Дед пошел охотиться На северный берег озера Леса стояли сухие Как порох Попался зайчонок Дед выстрелил в него Из старого Связанного проволока Ружья Заяц удрал Дед пошел дальше С юга Сильно тянуло гарью Поднялся ветер Дым густел Его уже несло Белой пеленой По лесу Затягивало кусты Дед понял Что начался лесной пожар И огонь идет Прямо на него Ветер перешел В ураган Огонь гнала По земле С неслыханной скоростью По словам деда Даже поезд Не мог бы уйти от него Дед побежал По кочкам Спотыкался Падал Дым выедал Ему глаза А сзади Был уже слышен Широкий гул И треск пламени Смерть Настигала деда Хватала его за плечи И в это время Из-под ног У деда Выскочил заяц Дед обрадовался Зайцу Как родному Как старый лесной житель Дед знал Что звери Гораздо лучше Человека чуют Откуда идет огонь И всегда спасаются Гибнут они Только в тех Редких случаях Когда огонь Их Окружает Заяц Вывел деда Из огня Когда они Выбежали Из леса К озеру Заяц и дед Оба упали От усталости Дед подобрал Зайца И понес Домой У зайца Были опалены Задние ноги И живут Да Сказал дед Поглядывая на самовар Так сердито Будто самовар Был всему виной Да А перед тем Зайцем Выходит Я сильно провинился Чем же ты провинился А ты выйдь Погляди на зайца На спасителя моего Тогда узнаешь Бери фонарь Я взял со стола фонарь И вышел в сенце Заяц Заяц спал Я нагнулся Над ним с фонарем И заметил Что левое ухо У зайца Рваное Какая чудесная история Правда, друзья? Мы еще не раз В наших передачах Вернемся к рассказам Константина Георгиевича Паустовского А сейчас я заканчиваю И желаю вам Всего доброго Храни вас Господь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому